Привет, друзья! Сегодня я покажу ещё один очень классный аттракциончик для ловли карасика в конце июля-начале августа. На канале есть несколько видеороликов про аттракциончики для ловли карасика в июле и августе. Один из них не менее классный. Нам понадобится ёмкость. Берём несколько ложечек сахарного песочка. Сладенькая рыбочка любит, не без этого, в конце июля. И в начале августа не жалеючи. Песочек любой сахарный, независимо от филмы, а от производителя. Так и всё. Теперь ещё понадобится нам кихерик. Кихерик умеющий малиновый вишнёвый. Главное, чтобы сладенький. Выступает как арома. Штука очень классная. Работает по карасику в летнее время, когда на улочке этакие тепло. Опять же не жалеючи, переборщить не можем. Так, теперь нам ещё понадобится кофеёк, растворимый или кофейный напиток. Так. Можно ли каково? Лучше всё-таки кофе. Не заморачиваясь от филмы и производителя, используем самое дешёвое, какое есть. Не нужно покупать дорогое в зёрнах. Так. Видите, достаточно много в магазинах продаётся кофейных напитков. Используем его. Независимо от филмы и производителя. Горящее, тёплое масло жжём не жалеючи. Хуже не будет. Нам нужно для окунания насадки, добавок ко всему, само растительное масло очень классный, атаки ароматизатор. После этого всё это дело перемешиваем до одной однородной маски. В холодном масле не растворить это всё дело. Ни песок, ни кофе, ни что-то другое не растворится. Вот так мешаем, мешаем, мешаем и перемешиваем. Вот такой у нас получился чёрный аттрактант, почти как нефть. Её можно добавлять также в каше прикормки на основе пшена, но без добавления гороха. Там, где есть гороху, добавлять не надо. Насчёт компонентов, не боитесь переборщить, вы не сможете. Эфиров здесь нет. Перед тем, как масло добавить, я его нагрел в банке с водой. То есть в кастрюльке с водой. Кастрюльку нагрел и поставил бутылку с маслом туда. Поэтому, друзья, когда вы добавляете растительное масло, обязательно его нагрейте. Добавок ко всему горячее и чёплое масло заберёт в себя все вкусы и запахи. Холодное масло этого сделать не сможет. Добавок ко всему в холодном масле сахарный песок, кисель и то же самое кофе не растворить. Друзья, храним аттрактант в холодильнике с плотно так и ждать крышкой. Очень удобная тара, это тара из-под сметаны. Вот такие крышки, которые очень плотно закрываются. Закрыв её, она, в принципе, не откроется. Ёмкость у меня есть под сметаной. Видно. Очень удобные крышечки, очень удобные баночки и всеми доступные. Можно в любом магазине их надыбать. За одну сметану покушайте. На этом, друзья, с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч в новых видеороликах. Если ролик понравился пальчик верхний, понравился вниз, пишите свои комментарии.